Всем привет, это Grand Review. Меня зовут Николай Гринько, мы разговариваем о музыкальных инструментах. Сегодня мы обсуждаем гитару компании Suzuki. Название ее вы видите на экране. Для того, чтобы продемонстрировать вам звучание этого инструмента и порассуждать немного о нем, мы пригласили в гости нашего друга, замечательного музыканта, мультиинструменталиста Александра Гончарука. Саш, привет. Здравствуйте. Привет, сэр. Ну вот ты все-таки поиграл, причем довольно много на инструменте. Можешь рассказать какие-то собственные впечатления о нем? Качество обработки здесь довольно высокое. Гриф хорошо сидит в руке. И глубокий тембр. Это классическая гитара с нейлоновыми струнами. Она в основном предназначена для исполнения классических музыкальных произведений. Еще одно предназначение этого инструмента – это первая гитара. Это инструмент, с которым можно прийти в музыкальную школу и начать учиться играть. Вообще на этом инструменте можно исполнять, разумеется, музыку разных стилей и направлений, но есть стили, которые звучат на ней наиболее выигрышно. Ну, например, испанская музыка играется как раз на классических гитарах с нейлоновыми струнами. Звучит это примерно вот так. И, конечно, на этом инструменте можно играть хоть металлику. Замечательно. Но вообще, конечно, в принципе, основное предназначение этой гитары – она ученическая. Она, во-первых, небольшая, компактная. Ее корпус позволяет ребенку, ученику, носить ее с собой без проблем. Во-вторых, ширина ее грифа правильная. Вот Саша рассказывал, что существует эстрадная гитара с узким грифом, с которым вас просто в музыкальную школу не возьмут, потому что она неправильная. В данном случае – гриф той самой ширины, на которой нужно учиться. Чудесно. Саша, спасибо тебе большое. Спасибо. Это была гитара Suzuki SCG-2S. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Крутейшие акустические цифровые рояли. Кавай, современные компактные рекордеры Zoom, популярные струны Arnie Ball и много еще чего. И все это в Гранд Мистерии. О, да. И все это в Гранд Мистерии. Продолжение следует...